Мы продолжаем читать, исследовать мессианские места Псалтыри вместе со зрителями интернет-портала экзегет.ру И сегодня обратимся к 71-му Псалму. Боже, суд Твой даруй Царю и правду Твою Сыну Царя. Досудит Он народ Твой по правде и убогих Твоих по закону. Такое начало Псалма, Боже, даруй суд Твой Царю и правду Твою Сыну Царя, конечно, может относиться к любому Царю и, естественно, по определению, к любому Сыну Царя. Мы, конечно, привычно соотносим это с мессианским местом, но можно и не соотносить. А вот дальше, продолжая разговор про этого Царя, мы встречаем странные вещи. «Будет Он судить людей бедных, спасет сынов людей убогих, смирит клеветника, и прибудет Он с солнцем и прежде луны из рода в род. Не зайдет Он, как дождь на руно, словно капли каплющей на землю. Воссияет во дни Его правда, и великий мир, доколе не будет отнята луна». То есть вот этот вот Царь и Сын Царя, который дарует правду и, наконец, защищает бедных и наказывает злых, «Все бы хорошо, но Он прибывает с солнцем и прежде луны из рода в род. Он прибывает столько, сколько солнцем и его род, прежде чем бытие луны. А рождается Он, сходя, как дождь на руно, как капля каплющая на землю». Тихо, тихо. Напоминает, конечно, нам и о том Гедеоновом руне, которое тоже образ пророческий о Рождестве Христовом. И в силу этого мы там в акафистных песнопениях называем Пресвятую Богородицу руном орошенным. Вот на это руно сходит, как капля, тихо, как роса. Появляется благодать, благодатное рождение вот этого Сына Царя. То есть не так, как обычно рождаются люди, а какое-то совершенно особое рождение Сына Царя, как дождь на руно. Вот. И этот дождь на руно нам сразу вот узнается, понимается. И это древнее пророчество, древний образ пророческий со времен Книги Судей, как некое тихое, волшебное, благодатное с небес, сходящее благодать зачинающего Сына Царя. Причем этот Царь не просто имеет родословие от Адама, он древнее Адама, он как солнце, он древнее луны, он древнее этих светил, которые появились в четвертый день творения. То есть он вообще древнее Адама, он древний, он сын ветхого днями, как образ из книги пророка Даниила. Сын человеческий, ибо он же рождается, но он и ветхий днями, ибо он древнее, чем бытие самого древнего человека. И вот когда он явится, тогда во дни его воссияет правда и великий мир. То есть именно рождение этого удивительного царского сына, которое происходит свыше, это рождение, оно приносит мир земле и буквально почти поэтический пересказ пророчества Михея. И будет он мир. Именно в этом пророчестве Михея говорится о рождении Христа из Вифлеема. Ну а дальше, и это нам еще интереснее. И властвовать будет он от моря и до моря, от рек до предел вселенной. Пред ним преклонятся Эфиопы, враги его прах земли полижут. Цари Фарсийские островов дары ему принесут, цари Аравийские и Савские дары ему доставят. И поклонятся ему все цари земные, все народы послужат его. Ибо избавит он нищего от сильного, избавит убогого, лишенного помощи, помилует нищего и убогого, и души убогих спасет. От корысти неправды избавит души их, и в почете будет имя его у них. И жить будет, и принесут ему дар золота Аравийское, и молиться будут о нем непрестанно, всякий день благословлять его будут. Будут твердыни его на земле, на вершины гор, превознесется выше хребтов Ливана творение его, и процветут жители Града, как трава земная. Будет имя его благословенно вовеки, прежде солнцу пребывает имя его, и благословляться им все племена земные, все народы восхвалят его. То есть, вот это явление царского сына, которое произошло как благодатное схождение с немес на руно во чрево кроткой, вместившей его без содействия мужа, просто как небесная роса сошла благодать, канувши, оросивши сухую, сухое чрево, девственное чрево Пресвятой Богородицы, и вот рождается он для чего? Для того, чтобы покорить себе все народы земли. И дальше, вот начиная с 8 стиха и до 17, который как бы подводит черту всему этому описанию, всей этой деятельности, говорится о том, что он со всех народов известных тогда, все цари земные послужат ему, все народы послужат ему, все там какие-то известные, даже чудные народы, непонятные народы, даже арабы, цари аравийские, савские, и золото аравийское принесут, со всех концов земли придут к нему люди и будут служить. Это же описание торжества церкви, всемирности церкви, что, как говорит пророк, язык, который не захочет ему служить, истребиться. Все, что не захочет быть с ним, будет уничтожено. Но если есть народ, существует народ на земле, то хоть один человек из этого народа придет ко Христу. На самом деле не один. Формируется, сформируется община этого народа, уверовавшего Христа. Соль этого народа, светильник этого народа, избранные из этого народа, они все равно придут ко Христу. Вот мы, понятно, в силу того, что мы русские. Этим все сказано, мы русские. И мы очень тяжело воспринимаем вселенский характер церкви. Мы принимаем церковь как церковь русскую. Нам трудно постоянно вмещать, что церковь вообще-то для всего человечества. Мы неким образом как бы причастны сомнениям иудеев эпохи Христа. Да ладно, неужели и другие народы могут поверить во Христа? Могут. И вот эти пророчества, особенно эта псалтырь, каждый раз ее читая, мы напоминаем себе, напоминаем, что все народы уверуют однажды, не весь народ уверует, но люди из любого народа. И мы знаем там, скажем, особенность читать такие замечательные книги, как миссионерские письма наших современников, отца Георгия, например, читать там такие чудесные истории о том, что где-то в Африке, где-то в Южной Америке, где-то на Филиппинах, в Таиланде, в Индии есть христиане. И не просто христиане, а православные христиане. Они там не испокон веку появились, но появились. Вот кто-то в 20 веке, чаще всего, кто-то может даже в 21 веке, но люди приходят ко Христу, и ведь и Христос об этом сказал, что Евангелие будет проповедано по всей земле. И если народ дожил до этой проповеди Евангелия, то, несомненно, там будет определенное количество людей, которые откликнется на это евангельское свидетельство. Но нам-то важно, чрезвычайно важно понять именно это, что все человечество призывается Богом в церковь. Все народы. И не случайно проповедь о Христе, проповедь о спасении прозвучала после сушествия Святаго Духа на всех языках, чтобы все народы, как бы предвосхищая и предвозвещая, что на всех языках прозвучит слово о Христе, чтобы в каждом народе люди смогли отозваться на эту проповедь, уверовать и прийти, и создаться церковь, где из каждого народа взяты будут люди для того, чтобы возвещать славу Господню, и потому благословенно имя Его, потому что в Нем найдут оправдание своего исторического бытия все народы земли. И еще успеем разобрать один стих из 73-го псалма. 12-й стих. Бог же царь наш прежде веков уготовил спасение нам посреди земли. Тоже очень, всего один стих, но насколько он глубокий, важный, и церковь вот углядела, увидела, восприяла это короткое свидетельство. Бог же царь наш, мы об этом только что сказали, он прежде веков уготовил спасение нам посреди земли. То есть, то, что он сделал, то спасение, которое он совершил, это спасение, оно было предназначено прежде бытия мира. Нам об этом пишет, конечно же, Павел, но сам-то Павел берет это из откровения, в том числе из этих свидетельств Псалтири о том, что, как мы говорим, скажем, в предвечном совете, еще мира не было, еще человека не было, еще греха не было, но о том, что все это будет, Бог знал и придумал, как спасти человека. Если бы он не смог этого придумать, то никогда бы не был и создан человек, но он, зная, что произойдет и зная, что необходимо произойти тому, что произойдет, он придумал замысел спасения, когда мы, ну, не сразу, конечно, ни сегодня, ни завтра, через 10-15 лет погружения в Священное Писание, быть может, в изучение трудов Святых Отцов, Псалтири, Апостола, Евангелия, других книг Священного Писания, нам вдруг открывается эта удивительная красота. Потрясенный Павел, именно потрясенный, задыхается в послании к Эфесиным от преисполняющих его чувств восторга и восхищения, как ты это сделал, как это возможно, как ты мог это придумать, эту удивительную силу и красоту, совершенство твоей любви с всецелым приятием свободы человеческой и любви человеческой, потому что только свободное сердце способно любить. Вот этот замысел его, он постепенно открывается, замысел спасения и искупления посреди земли. конечно, скажем, кто-то считает, что там где-то середина Европы или кто-то там помещает разные середины мира где-то там в Америке где-то своя середина, на самом деле середина мира это Иерусалим, ибо там совершилось спасение, где совершилось спасение, там и середина земли, но здесь не только это указывается, что на самом деле посреди земли это так, чтобы все видели, и там посреди этой земли в середине растет крест, кто его не видел, кто не видит этот крест, грек видит, римлян видит, якут видит, житель скажем Замбии видит, видит потомок Майя или потомок Инков видит Эскимос видит там какой-нибудь житель Полинезии он посреди земли выросло это удивительно вместо Вавилонской башни вырос крест посреди земли как древо жизни и каждый его видит каждый может взглянуть на него где бы он не жил в первом веке или в тридцать восьмом веке после Рождества Христова он все равно увидит этот крест потому что это в самом середине земли в самом центре земли ну и если мы входим в храм и видим там престол венчанный крестом где совершается тайная вечер где кровь Бога животворится истекает чтобы нас животворить вот там середина земли там центр мира потому что там Бог проливает свою кровь но ведь наш то престол любой и означает этот центр мира мы же как бы входим подходим к этой тайной вечери в том самой в той самой сионской горнице мы же на литургии не повторяем эту евхаристию а приходим на нее поэтому престол центр мира потому что мы собрались к этой середине земли к этому центру мира где Бог принес себя жертву где Бог заколается чтобы дать себя в пищу верным и вот это удивительное действие спасения совершенное им что мы где бы ни были всегда совершая литургии мы под действием святаго духа переносимся в тот самый центр перед тем самым крестом на ту самую сионскую горницу где пьем ту самую кровь и едим то самое тело которое отдано за жизнь мира мы идем к этому центру бытия к центру истории к центру вселенной где Бог кормит людей внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео вклад святого святого на святого 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 соци